Здравствуйте! С вами Николай Куприков! Уличный музыкант. Миллион восемьсот просмотров. Ничего особенного, правда? Не ждите, что он сейчас провалится под землю. Подумаешь, какой-то дядька подошел и подпел. А между прочим, это Джимми Саммервайл, автор и исполнитель этой песни. Ну хоть одно видео нормальное попалось. Мне неоднократно предлагали поиграть в Старом Городе. И теперь я призадумаюсь. И тщательно подойду к выбору репертуара. Я не хочу, чтобы ко мне подходил Элтон Джон или Дима Билан. Мертвые тоже отпадают. Два миллиона просмотров. Музыканты, музыканты. Джастина Бибера запустили пузырем. Это громко сказано. Скорее всего, он просто не поймал. Если бы он выступал на нашествии... Как вы знаете, туда приходят очень меткие люди. Они могут промахнуться мимо туалета, но не мимо Бибера. И это будет уже не полторашечка, а пятилитровый бидон. Как легко зарабатывать деньги. Нет, это не вопрос. Это наглядное пособие. Добрый день, друзья. Меня зовут Комаров Дмитрий. И, скорее всего, мы с вами заочно уже знакомы. Если вы интересовались таким заработком, как заработок на сервисе YouTube. Я брежу? Здесь явно что-то не так. Видео должно называться «Как легко зарабатывать деньги с помощью заточки». Только начали въезжать в эту тему, только начали зарабатывать себе деньги на YouTube. А их вот так вот раз и приложили лицом на стол. Там под окном ЗК Браталина Танка Знаете, как оно попало в сеть? Короче, такая тема. На зоне есть веб-камера. Туда каждый может подойти, что-то попросить или рассказать. Ну, как в «Последнем герое». То есть, это видео выложили надзиратели. У многих может вообще попасть желание зарабатывать себе деньги таким способом. По долгу службы мне приходится смотреть видео полностью. Он несет какую-то колесицу, травит байки, никакой конкретики. А это, между прочим, один из самых легких способов заработка денег в интернете. Из мелких жуликов вы станете уважаемыми и регулярными поставщиками контента на YouTube. Не надо его слушать. Вот нормальное видео с той же зоны. Я раньше работал на компанию Яндекс. У всех компаний существуют свои секреты. Но есть один общий. Это пополнение баланса. На мой Яндекс.Кошелек каждый месяц приходили деньги на разговоры по работе. Так вот, в связи с кризисом меня посадили. Так дешевле. А я, между прочим, был квалифицированный работник. А теперь я хочу, чтобы про мой Яндекс.Кошелек знали другие люди. Сделайте так. Отправьте деньги на мой Яндекс.Кошелек и через минуту я их получу. А через 10 потрачу. Да, переводить надо не меньше 100 рублей. Собственно, все. 220 тысяч просмотров. Привозим у Попова 14. Которая, если Вячеслава нету. Плывем? Плывем. А куда плывем? В берегу. Прямо? В берегу. Затруйте, не пути. Я думаю, это фейк. Что-то они на расслабоне. Может, это не машина, а катамаран? Побьем. Побьем. Нет. Нива на воздушной подушке. Это когда производители перепутали и установили подушки безопасности под машиной. Шучу. У Нивы нет подушек безопасности. Есть только ремень смерти, который не затягивается. Что не скажешь про рабочих. Они затягиваются регулярно. И не только сигаретами. Судя по названию, для водителя это был неожиданный поворот. А для меня это неожиданная реакция. Прямо. Бегу. Затруйте, не крути. Мне кажется, когда такие ребята попадут в лаву, они не будут паниковать. Растворяемся? Полностью? Да. Колеса уже сплавились. Рулем не крути. Таких людей вообще можно чем-то удивить. Кто это? Анжелина Джоли? Да. На дорогу смотри, а то поворот пропустим. О, смотри, Леди Гага козу доет. Обама удобрение везет. Джигурда ест свиней. Хотя этим и меня не удивишь. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям. До новых встреч, мальчики и девочки. Друзья, кого заинтересует эта картина, обращайтесь. Вот дожил. Ссылка в описании. Здесь явно что-то не так. Видео должно называться... Видео как-то должно называться. Оно не может быть без названия. Твою мать. Про забочек. Про забочек. То стеохондроз, вам надо больше двигаться. Продолжение следует...